В 13-й раз мы говорим от всей души. Открытие международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Михайловны Леонтьевы от всей души состоялось во Дворце Дружбы Народов Губернаторский. Первым на звездную дорожку вышел актер театра и кино Андрей Анкудинов со своей супругой. Он уже был в Ульяновске, участвовал в первом кинофестивале. Тогда он привез две своих работы, в которых он выступил в качестве режиссера, сценариста и актера. На этот раз Андрей Робертович 25 мая проведет творческий вечер или, как назвал его сам автор, сеанс хорошего настроения. Актер признался, что в последние годы много выступают в театрах, а съемки в фильмах отошли на второй план. Правда, скоро он снова появится на экранах телевизоров. Вот у меня сейчас начинается сериал. И спасибо Сергею Ишхановичу Газарову, который все это понимает и говорит, ну давай вот так вот до октября подержись, а дальше мы там тебе будем давать дырки. Вот. Вообще, я же просто-напросто сейчас перехожу в другое амплуа. Это уже возраст, так сказать. Из мальчика надо переквалифицироваться в мужики. На звездной дорожке актриса Алена Чехова блеснула нарядом от дизайнера Алены Нега. Актриса, кстати, окончила Ульяновскую школу номер 44, а потом с красным дипломом отучилась в двух вузах страны. По словам Алены, конкурсный фильм в фестивале «Звездам не укажет путь» со своим участием она впервые увидит в Ульяновске. У нас были очень классные съемки, ощущения семьи. Действительно, мы репетировали. У нас был очень длительный процесс. Мы более месяца репетировали. А в российском кино это очень редко. Сейчас практически репетиции в кино не бывает. В сериалах вообще никогда. Потому что все спешат, все спешат, спешат, спешат. А если мы вспомним в советском кино, да, или даже в хорошем голливудском кино, без процесса репетиций никуда. В фойе первого этажа мы случайно встретили гостю фестиваля, племянницу Валентины Михайловны Леонтьевой Ольгу Борисовну Терешину. Ну, это тетка моя, конечно. И она член семьи. Приезжали к ней, она приезжала к нам. Ну, сами понимаете, родственные отношения. Для меня она никогда не была звездой. Никогда. И по отношениям, и по разговору, и с какими-то просьбами я к ней обращалась. Никогда не отказывала. В этот вечер можно было поделиться своими впечатлениями и хорошим настроением со своими родственниками, друзьями, проживающими в другом городе и даже стране, отправив бесплатно открытку с изображением знаменитой телеведущей. Почта России выпустила специальные открытки, посвященные 13-му международному кинофестивалю от всей души. И эти открытки сегодня каждый желающий мог отправить совершенно бесплатно в любой уголок нашей страны. То же самое мы будем делать на закрытии кинофестиваля 28 мая. Торжественную часть вечера открыл губернатор Ульяновской области Алексей Русских вместе с народным артистом Российской Федерации Фёдором Добронравовым. Этот фестиваль проводится уже 13-й раз. И каждый раз здесь просматриваются фильмы на всякие всевозможные разные темы. Но все они направлены на одно. Они рассказывают о любви к своей семье, о преданности долгу, о любви к отечеству и уважению к своей родине. На самом деле это очень важные моменты. Мы все это прекрасно понимаем, особенно в наше время. И каждый раз мы, конечно же, вспоминаем Валентину Михайловну. Фёдор Добронравов стал федлайнером «Вечером». Именно ему губернатор вручил главный приз фестиваля. Я никогда к себе как к звезде не относился. И, дай бог, наверное, никогда и не буду относиться. Спасибо вам за доверие, за вашу теплоту, за ваши аплодисменты. Спасибо. Фестиваль продлится до 28 мая. Впереди зрителей ждут многочисленные творческие вечера с любимыми актерами и режиссерами. Традиционно большинство событий можно будет посетить бесплатно. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.